Иду по улице, встречаю, идет русский, я не знаю, он завтра переоденется в форму российскую, будет в меня стрелять. Я же этого не знаю, но я себе могу представить, что большинство их сюда приедет. Мне вот дороже живой человек, чем его символические, чем мальчик. Живой человек, который ничего не может сделать, дороже чем? Да, дороже, дороже. Для того человека, который хотел что-то сделать. Что? Я вот не готов уплатить жизнями. А я готов. Я готов уплатить своей жизнью за свободу. Ну блин, как это раздражает? Вы не понимаете, как бесит, когда ты сидишь, ты понимаешь, что есть сила, которая... Да можно я скажу все-таки? Да, нет, никакая сила. Ну Путин этот, который в 10 раз тебя сильнее, который может с тобой сделать что угодно, когда люди, которых ты уважаешь, сидят в тюрьме и умрут в этой тюрьме, и ты их знаешь. Отлично. И ты приезжаешь, и тебе говорят, что-то вы плохо стараетесь. Мы побольше хотим, мы как-то вот хотим реально, чтобы мы победили, а вы как-то плохо хотите. Блин, это реально... Я просто не понимаю, как вы всерьез можете вот это говорить. Ну как... То есть ты нас осуждаешь, что вы такая... Да, мне очень обидно, что вы так говорите. А обидно за что, за Родину? Нет, за себя обидно, за то, что я... за то, что у нас реально серьезные проблемы. А с какой стати... Вы нас оккупировали. У нас 20% Грузии оккупировали. Нет, не ты, но ваша страна нас оккупировала. Майя, я за свою страну не отвечаю. Да, а мы отвечаем за свою страну, в том-то и разница. Из-за русских 300 лет с этой оккупацией. Почему ты на меня обижаешься, что у меня претензии? А вы это допускаете, 300 лет, вот в чем дело. Да, все вы, вас много, а нас мало. То есть мы... И вы 300 лет допускаете, и нас оккупируют. Нет, вы все не одинаковые. Но ты говоришь, от всех сейчас. Нет, от себя говорю. Нет, от себя тогда и я от себя говорю. Да, я тебе говорю, что у нас говно правительство. Мы сидим в говне уже 12 лет. И боремся с нашим правительством. Ты не нервничай. Ты бы обижался на своих там русских, не на меня. Русские? Я с вами не борюсь, с тобой я не борюсь. Я борюсь с нашими режимами, мы с вашим режимом вместе. Когда у нас все отняли. Отняли место, куда я все время ездила с детства. Я плакала, просто стояла и рыдала. И там стояли русские с автоматами. И вот это моя жизнь. Вот так мы живем. Уже очень много лет. У вас тоже все отняли. Вы можете это понять? Нет. Я не могу. У вас ничего не отнимали. Вот какой у вас был митинг, допустим. Вот нас бомбили в 2008 году. Трехдневная спецоперация прошла. Забрали еще территории грузинские. Вот как хотели в Украине, так они сделали в Грузии. И вот этот дом, он ходил, вот так его трясло, потому что недалеко бросили бомбу. Я три месяца ходила, смотрела в небо, не пролетает ли какой-то самолет. Это был ужас. Поэтому я прекрасно понимаю, украинцев. Мы победим. Х** победитель. Победим. Да нет. Да. Да нет. Да. Да блин. Это... Да почему, блин? Почему мы не победим? Потому что вас просто меньше, чем остальное, чем население. Нас мало, но мы стильняшка. Верить в хорошее надо. Вы понимаете, что это роскошь, которую можно себе позволить до некоторого момента. А у нас уже наступил такой момент, к сожалению, когда мы, к сожалению, не можем себе верить. Вот как раз и у вас наступил момент, когда вы должны начать верить. Свободом и волем в Грузии для меня есть всё. Кроме того, что я часть той силы, что вечно хочет там всякого блага, совершает только зло. У них есть полное ощущение того, что рядом есть очень влиятельная сила, и она определенно имеет вес, и она враждебна. И, соответственно, ты можешь быть частью этой опасности. Оно есть. Оно определенно есть. Даже у тех, кто может быть очень френдли. У меня есть здесь местные друзья, местные мужики, которые ко мне нормально относятся. Ну вот, в тебе нет имперства. Страна, которая переживает действительно агрессию. От начала независимости переживает агрессию России. Это никогда не прекращалось. По сути. То есть там задухало, разгоралось. И ожидать, что ты здесь как-то вольёшься. Я вижу русских в Тбилиси. Некоторые из них даже открывают свои заведения на моей улице. И если то, что я куплю у них чашку кофе, поможет победить Путина, если они здесь без оружия и не убивают украинцев, то я это поддерживаю. Я не знаю, что вы когда, но пока я в Грузии, мне тут очень нравится. Любимая страна, любимый город, нет сил. У меня был друг из России. Мы встречались на международных конференциях. Он был молодой россиянин, очень интересный, очень любил Грузию и грузин. Мы подружились, и однажды, прямо после войны 2008 года, мы с ним встретились. Он ничего не писал во время войны. Для меня это было дико. Ни разу не спросил, как у нас дела. И вот мы встречаемся, и я ожидаю, что он скажет хоть что-нибудь. И он ничего не сказал. Я ему сказала, что очень этим расстроена. Он ответил, да ладно, неужели ты испугалась от этой парочки маленьких хлопушек? И это усилило мои чувства по отношению к России. Если обычный, нормальный, хороший русский испытывает такие чувства по поводу войны, которая была страшной, которая забрала жизни людей и дома людей, разделила их земли. А он говорит, ты испугалась парочки хлопушек. Я подумала, наверное, это правда, что все в России так думают. Я была аудитором. Но это как главный бухгалтер, но специальный аттестат. Это эксперт, который проводит анализ бухгалтерской отчетности каждый год. Можно заниматься удаленно, но в Ростовской области составили список национальных предателей. И опять ФСБшники ходили, скажем так, в том числе и по организациям. И аудиторская фирма меня уволила. Я вот ростовский такой оппозиционный, активный, политический активист. И последнее дело, это вот музыкант, которого убили в спецприемнике в Ростовском. Его взяли за то, что он расклеивал листовки антивоенные и готовили к госизмене. Он сказал, я боюсь, что меня убьют, и никто меня не найдет. А его перед этим вывозили, его пытали электрошокером, то есть перед тем, как привезти в суд. И адвокат пришла за день до выхода, а он был мертв. У него была абсолютно синяя голова, просто фиолетовое, белое тело. И на груди у него была надпись, то есть позвоните моей маме с телефона и сестре. Как только его похоронили, на следующий день утром ко мне и к адвокату пришли с обыском. Были вот эти ФСБшники в черных масках, с оружием. Там все, ну не как обычно, там приходят Эшники, там какой-нибудь участковый. Но они провели обыск, и уходя, он сказал, надеюсь, мы вас больше не увидим. И я взяла купальник, несколько футболок, джинсы и выехала. Хотя бы из благодарности к этой стране поддержать протест людей за свою свободу, что они нас тут терпят до года, как бы, без визарана. И вообще, как бы, ну вообще, вообще анархистский такой принцип с угнетенными против улетателей всегда. Я никакой стране не желаю такой же судьбы, как с Россией, чтобы такой же идиотский режим установился здесь. Это совершенно никому не нужно. Ни грузинам, ни нам. Ни грузинам, ни грузинам, ни грузинам, ни грузинам!